Встань, встань, сейчас спамик. Бежал. Вон он, вон он, вон он. Вон он сейчас перевалит. Я не вижу. Можно чуть поближе. Да-да, от меня левее. Ага, вот сюда-сюда. Для охоты в горах во всем приходится искать компромисс между весом, надежностью и функциональностью. Оружие для горных охот требуется точное, так как стрелять приходится на расстоянии больше 300 метров. В горах часто охотятся пешком, поэтому желательно карабин иметь легкий. Проблема в том, что вес оружия и его точность – характеристики прямо пропорциональны. Хорошая оптика и сошки также тем тяжелее, чем качественнее и надежнее. Поэтому истинные любители точного и дальнего выстрела выбирают тяжелые и длинноствольные карабины, не обращая большого внимания на вес всего комплекса. Десятку четко. Классный запах. Реально. А вот тут б샇. Ну. Малуха стоит. Горит. Одна. В горах Алтая водится сибирский козерог. Это самый крупный представитель горных козлов. Вес самцов может достигать 100 килограммов, а длина рогов – полутора метров. В среднем же самцы весят порядка 80 килограммов, а рога больше одного метра встречаются нечасто. Тактика охоты на алтайского козерога связана с суточными и сезонными перемещениями зверей. Зная эти закономерности, можно предугадать, как могут повести себя животные в ближайшие несколько часов. Например, вот это стадо должно постепенно спуститься вниз по склону, тем самым приблизившись к охотникам, сидящим на противоположной стороне. Через некоторое время все стадо вышло из-за гребня и можно было рассмотреть каждого рогача. В этом табуне достойного трофейного качества самца не оказалось. На следующий день козерогов увидели практически сразу. Но для того, чтобы сделать точный выстрел, решили обойти животных и занять позицию значительно выше стада. Это обычная тактика, если позволяет рельеф местности и здоровье охотников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, они все вышли, да? Вставь, вставь, вставь Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Поздравляю! Нормальный козерок хороший Сверху точно больше не было Сколько расстояния? 220 метров уклон плюс 10 ну или минус в общем вниз я не стал на уклон корректировать потому что это 200 метров 200 метров не стал корректировать на уклон там где-то 210 был на 4 клика был нормально 4 сантиметра соответственно 200 метров дед как раз то что надо даже вернулся шкадин да да что-то нету здесь заходы через спускаться тяжело было я думаю что подниматься то спортивно хотя будем галсы нарезать по возможности дай бог уберемся поэтому будем брать самое необходимое рога и печень вообще странная история получается с рогами копытный откуда и почему повелось считать большие рога большей удачей чем молодое и нежное мясо может быть трофеем в виде рогов первобытной охотник мог демонстрировать соплеменникам свою удаль примерно так же как это происходит сейчас но разве не лучше с точки зрения практичности было бы вместо одного большого и старого козла добыть двух или трех маленьких мясо от них и больше и вкуснее а может быть рога представляли когда-то большую практическую ценность чем сейчас но так в целом готов сейчас будем брать высоту рог материал органический поэтому время его не щадит и в раскопках изделий из рога встречаются редко но можно с большой вероятностью предположить что при отсутствии пластмассы полимеров рог был очень востребован и не только для декора и нуж гребенчатой и монштучной промышленности например две одинаковые пластины по метру из рогов козерога могли в допороховую эпоху стоить больше чем сам козел ведь они были важным компонентом главного тогда оружия составного лука и совпадение это или нет но именно составной лук так называемый еще скифский появился и получил наибольшее распространение именно на территориях где по соседству в больших количествах водились козероги и алтай в том числе шарка доцеп целого подняли да так понимаю что у нас трое-то второй раз сходите на чем его сгоняй мы сейчас решим до лагеря дойдем если корж на нее растащит доподлинно неизвестно связано ли применение рога в военном или другом деле нашими предками в современной погоне за трофеями но большие рога добычи нас по прежнему радуют больше чем кусок молодого мяса некоторые исследователи считают что так и должно быть ведь без пороха и пластика человек прекрасно жил многие тысячелетия а за последние 300 500 лет память предков еще не успела стереться печень дикого травоядного будь то козел лось олень или косуля не просто охотничий деликатес мало найдется вариантов когда надо быстро и качественно восстановить силы и утолить голод в этом вопросе свежая печень в любом виде жареном мороженом сыром стоит на первом месте дикие животные редко страдают сиррозом печени или другими подобными заболеваниями как правило природа не позволяет особям слабым и больным долго жить паразиты же которые действительно могут завестись у копытных в большинстве своем визуально определяемы или не опасны для человека но если есть хоть малейшее сомнение то есть печень сырой не стоит хотя именно в сыром виде она максимально полезна ну как она сухо то это лучше что можно попробовать вот на алтай вообще мясо животных обитающих в горах имеет свой вкус и порой во много раз полезнее и питательнее мясо тех же животных живущих в равнинных условиях высокогорные травы служащие пищей травоядным обладают большой энергетической ценностью и соответственно это сказывается на мясе недаром молоко и мясо полученные с альпийских лугов ценятся выше у народа в гор где водятся козероги а это не только алтай отношение к этим животным было мистическое целебным считалось не только мясо шерсть строга копыта кости ливер все имело свою ценность и свое назначение современная жизнь стала более прозаичной ни охотник не местный проводник уже не испытывают благоговейного трепета поедая мясо животного который обитает на подступах к небесам не чувствуют и не осознают они что энергия гор вместе с плотью добыча уже проникает в них до самых глубин естества ведь кто знает возможно не так сильно заблуждались своих верованиях наши далекие языческие предки и никогда не поймет охотник однажды поевший полусырой печенки козерога в горах алтая почему так нестерпимо душно ему в большом городе почему не спится по ночам в бетонной коробке и почему становится легче когда он вспоминает эти вершины и а и и и и и Продолжение следует...